Ребята, всем привет, кто присоединяется на часах 20.00 по киевскому времени. Меня зовут Игорь Середа, и я рад всем тем, кто подключается в прямой эфир миссии 3.16 в инстаграме. Надя, Савка, привет. Аня Дежевич, привет, друзья. Всем привет, кто присоединяется. У нас сейчас будет очень-очень интересный прямой эфир. У нас сегодня, вау, уже так много полетело людей, которые присоединяются. Я что-то не понял. Я хоть веду прямой эфир со своей страницы или со страницей миссии 3.16? По-моему, с миссией 3.16, да, все правильно. Всем привет. Я смотрю, знаете, сегодня очень много людей ведут прямые эфиры. Ты просто прям заходишь, и немерено, немерено разных людей, которые ведут прямые эфиры. Поэтому это очень круто. Come on, let's go outside. Всем привет. А как друзей найти? О, тут все вопросы пошли. Мы будем искать ответы, друзья. У нас сегодня замечательный прямой эфир. Будет у нас в гостях Лика Роман с ней прямой эфир. И также пастор Генри Бадава выйдет к нам и тоже ответит на ваши вопросы. Поэтому очень круто. Все, кто присоединяются, я всем машу. Огромный привет. Мир во всем мире будет. Будет. В общем, все ваши вопросы оставляйте. Но мы привыкли, что мы начинаем наши собрания, поскольку сейчас онлайн молодежное собрание, мы начинаем их с прославления Бога. И поэтому, если кто-то, где вы можете сказать об этом, во-первых, в прямом эфире, дайте об этом знать, кому нужно, допустим, где-то написать, кому-то поделиться, сказать кому-то, кто должен заходить, сделайте это. Вот. И мы молитву и прославление. У нас сейчас такой вот эксперимент будет. Ребята присоединятся и будут прославлять Бога. То есть сейчас появится камера. Вот. Даша с Димой. Даша с Димой, привет. Привет. Эй, круто вас слышно, вас видно. Это здорово. И круто, что вы присоединились. Как у вас дела? Все хорошо? Лучше? Лучше. Вот. Оу, я переключил камеру. На удачный камер, кстати, переключил. Там Нона у меня фотография впереди. Здорово. Хорошо. Мы начнем с молитвы, ребят. Тоже можете молиться, подключаться. Будем прославлять Бога, что нам еще делать. А я буду петь. Это для меня неожиданно, но придется. Господь, мы благодарим тебя за это время, за этот прямой эфир. Спасибо тебе за всех, кто подключается. Благослови нас всех во имя Иисуса Христа. Пусть твоя милость и благодать пребывают с нами каждый день в твоей жизни, несмотря на такое время, Господь, время карантина, когда мы вынуждены находиться где-то на расстоянии друг от друга. Мы не можем собираться. Спасибо тебе за современные технологии, что мы онлайн можем видеть друг друга, слышать друг друга, общаться и пребывать с тобой. Ты говоришь, что там где двое или трое собраны во имя мое, то я уже посреди нами. Мы знаем, что ты посреди нас. Мы берем тебе сейчас это время во имя Иисуса. Аминь. И мы будем прославлять тебя. Вы знаете, сегодня на юбилейской школе поднимали тему страхов немножко. И я вот подумал, что страх – это такая интересная штука. Если мы чего-то боимся, то, как правило, это все и происходит. Если вы боитесь заразиться, то, скорее всего, вы заразитесь. То есть, мойте ручки, соблюдайте гигиену, и все будет круто, как вы прославляете Бога, все будет здорово. Нечего бояться, и потому что у Бога есть обетование, в Библии написано, что с нами все будет хорошо, как бы он за нас. А значит, кто против нас, какой вирус может быть против нас. Аминь. Я вообще с вами абсолютно согласен. И прославим Бога? Да, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Осталось субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Класс! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Твои силы будем наступать, и припешут силы тьмы. Твои дети ставят голоди, наши руки дал всю власть. Твои силы будем наступать на врагах. Каждый день, каждый час наступать, наступать. Я твой шутерпы приводил, я все думаю, любовь в мою жизнь. Не сомнений, я тебя, я тебя самая. Я твой шутерпы привожил, просто думаю, любовь в мою жизнь. Не сомнений, я тебя, я тебя самая. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за Твою милость, спасибо за Твой любовь, за Твою благодать, за то, что Ты посреди нас. Ребят, спасибо вам большое, действительно классная песня, шедевр, вот, и слава Богу за вас, я просто, пару слов скажите, буквально 30 секунд, вот, ну, я не знаю, честно, такое присутствие на самом деле мощное, вот, онлайн вы поете, может быть, что-то там подключивает у наших зрителей, но у меня все окей, и я ощущаю Божье присутствие. Скажите, вот, вы как люди, которые занимаются прославлением, почему нам важно прославлять Бога вообще, зачем это делать, и второй вопрос, давайте, первый отвечает Даша, а на второй отвечает Дима, Дима, если я не умею петь, не умею играть на музыкальных инструментах, как мне это практически осуществить? Угу, давайте. Почему важно поклоняться Богу? Потому что Он наш обеспечитель, это первое, и второе, что у нас заложено уже изнутри такая важная особенность, мы должны чему-то поклоняться. Если мы поклоняемся Богу, мы поклоняемся чему-либо, даже если мы думаем, что мы ничего поклоняемся, мы однозначно поклоняемся чему-то. И Бог, Он действительно достоин славы, во-первых, потому что Он нас спас, и это наше желание сердца петь Ему, поклоняться Ему, потому что Он сделал это для нас, ради нас, для каждого человека. И в знак нашей благодарности мы поймем ему песни, мы служим, мы делаем добрые дела, только чтобы показать Его сердце, Его любовь, которую Он отправил однажды к нам. Вот так. Дима, твой ответ. А по поводу, да, если не умеешь петь, не умеешь играть, но на самом деле это такой вопрос важности, потому что Дух Святой не движется через твое умение петь или умение играть. Можно играть два аккорда и петь криво, но если Дух Святой в тебе есть, он будет изливаться. То есть не нужно суперпрофессионалом быть, чтобы Дух Святой через тебя изливался. Очень много классных примеров, очень много простых песен на четырех аккордах и не суперкрутого вокала, но Дух Святой изливается с такой силой, с которой не изливается через суперкрутых музыкантов и вокалистов. Но если вам совсем как бы в моготу, так сказать, в плане своих талантов, может совсем как бы пренебрегать теми талантными дарами, в чем вас Бог положил, в плане пения, потому что петь могут в принципе все и играть могут все. То есть это просто в голове установка, что не можешь. То пополняться можно чем угодно на самом деле. И временем своим отдавать Богу, и в молитве, и просто мы к ним. Просто можно сидеть тихо, помолчать, почтить его своим временем и послушать его голос. И это тоже является поклонением. Поэтому не стоит зацикливаться на музыке и пении. У каждого поклонение свое. Как Бог говорит к нам через Библию, Бог говорит через служителей. Бог также может говорить прекрасно и через музыку. Поэтому ищите Бога, как бы, то, где вы его служите. Ищите свою комнату, свое уединение. Потому что не стоит равняться на других, как вот у него, вот Бог ему так говорит этому человеку, значит я буду так же делать. Нет, это не так. Бог, он многогранен, он уникален. И к каждому у него уникальный подход. И к тебе уникальный подход. Вот, поэтому ищи Бога там, где Бог тебя зовет, а не там, где зовет других. Аминь. Ребят, спасибо вам большое. Я с вами согласен, с вами все соглашаются в комментариях. И тут уже все друг с другом приветствуются. Знаете, как ты действительно себя ощущаешь на молодежке. Все там ходят, всем приветствуются. Спасибо вам большое. Я вас отключаю, но вы остаетесь с нами. Вот, как бы, отключаю, как бы, ребят, не просто, типа, я их там, это... Они остались, потому что у нас следующий наш участник прямого эфира, это наш гость Лика Роман. И она вот уже к нам стучится, присоединяется. На самом деле, огромное благословение, что у него получилось сегодня с нами быть в прямом эфире. И вот она уже подключается. Лика, привет! О, привет-привет! Так резко и быстро подключилась. Меня слышно хорошо? Я тебя слышу отлично. В наушниках, вот. Да, всех слышно. Помашите, что слышно. Всем-всем-всем привет. Да, все слышно окей. Есть чуть-чуть задержка, но я думаю, что все нормально. Лика Роман, Мисс Украина 2007, а также участник и один из организаторов такого мероприятия, которое называется Holy Spirit Night в Украине. И огромный вдохновитель и пример того, какой девушкой нужно быть. Класс! Друзья, кстати, вы можете задавать свои вопросы, Лики, и мы на них обязательно ответим. Ну, Лика на них обязательно ответит. Я у тебя хочу спросить, ну, как уже не банально, что ты делаешь во время карантина, как он у тебя проходит, и вообще, что ты думаешь по поводу всей этой ситуации? Да, это уже, по-моему, не сильно оригинальный вопрос. Многие его задают. И правда, мы в такой нестандартной ситуации. И всем привет, кто пишет привет. Некоторых людей увидела знакомых. Знаете, я вообще верю, что это просто мега особенное время. И так прикольно, что, наверное, пару лет тому назад мне Бог очень много говорил насчет десяти дев. И одна из особенностей этой притчи о том, что почему-то они не могли с одним светильником пройти сразу же пять под рук там, да, или взять кого-то с собой под ручку. И я верю, что Бог говорил об этом, и многим, в принципе, Он как-то побуждал читать эту притчу. И я верю, что мы сейчас вступили в какое-то такое время, уже давно вступили в такое время, но сейчас особенно мы видим, как важно личное ведение. Что делать, что происходит, как реагировать, о чём молиться. И поэтому мне сейчас это очень как-то трепетно. И я верю, что то, что мы сейчас делаем с моими друзьями, просто собираемся у меня дома периодически, у кого-то другого дома, и практически через день на домашку общаемся, молимся, те, кто живут в одном районе, кого, кто не может добраться, забираем на машинах и просто поклоняемся. И это так в сердце, просто. Да, правильно ли я понимаю, что карантин — это не закрыться дома, изолироваться от всех и вообще ни с кем не общаться, а наоборот как раз-таки общение, допустимая норма, то есть до 10 человек, это наоборот хорошо. Да, да. Это вообще очень, наоборот, укрепило многих. И даже у нас есть некоторые люди, которые как-то вот даже сами свидетельствовали о том, что они как будто бы потеряли взаимоотношения с Богом. И где-то застряли в таком просто мирской суете, когда очень много проектов один на другой. И многие, ну и просто вот у нас там, ну вот просто свидетельствуют о том, что вдруг как произошла такая остановка, и вот за счет этих вот молитв оно пришло не разочарование от этой остановки, а наоборот как будто бы поиск и понимание, насколько голод есть внутри. И я верю, что когда приходит Бог, Он не осуждает нас за то, даже если что-то не так в отношениях с Ним, но наоборот это побуждает нас искать Его. И я уже вижу такой плод. Я просто сказала, Господь, Ты делай, что Ты хочешь. Я отхожу в сторону и просто даю Тебе возможность среди нас делать могущественно то, что Ты хочешь. И вот мы приглашаем разных людей, служителей, прямо к себе в гости домой. И Бог что-то делает такое особенное. Вообще просто через простых ребят и девчонок. Такие вещи Бог проговаривает просто в сердца пророчески, что просто... И потом я такая читаю кого-то там, какие-то служители постят. Вот буквально там я подписана на Лана Васер, не знаю, как правильно ее. Она с Австралии, я думаю, ее многие знают. И я просто читаю у нее, думаю, как нам Бог это вот вчера говорил на молитве. И вот я так многих, на кого подписано и читаю, и я понимаю, что телу Христа по всему миру Бог говорит какие-то подобные вещи сегодня. И независимо от того, сколько лет, какой статус позиционно, это служитель, пастырь или просто там паренек, который вообще потерял отношение с Богом, но он пожелал найти отношение с Богом. И это что-то потрясающее, насколько Бог близко сейчас, и насколько Он являет себя. И я просто хочу не терять этого. И я верю, что это время, наоборот, оно укрепит каждого из нас, когда мы перестанем быть просто прихожанами в церкви, просто по воскресеньям, по средам, не знаю, когда мы будем понимать, что делает Бог сегодня, что делает Бог в нашей жизни. И это время найти его лично, лично, что он мне говорит. Так что я верю, что мы на пороге и пробуждения, и таких каких-то особенных событий. Но это уже все понимают, чувствуют. Это уже прям даже... У тебя там тоже, да, движение? У меня тоже, я в гостях. И просто у меня такое внизу движение, я так думаю, может быть, активный участник моего семейного быта. Вот это моя дочь. Сейчас напишу мне, что она может зайти сюда. Хорошо. Что бы ты пожелала, пожелала всем ребятам, молодежи, и не только молодежи, как эффективно использовать это время? Ну, первое, это личное время с Богом. Второе, это найдите ту команду людей, которая, может быть, живет с вами недалеко. И даже если вообще это random people, random people, это вообще какие-то... О, привет! Да, да, она добежала, рвалась. Принцесса. И даже если... Да, вот вторая вещь. Просто собирайтесь по домам. Я верю, что первая церковь, она была сильна, потому что у каждого дома есть присутствие Божье, потому что где двое или трое собраны во имя Его, там он посреди нас. И найдите этих людей, пусть это будет несколько человек. Собирайтесь, смотрите, просто будьте в тишине, не ждите, что он будет говорить, делать. Просто поклоняйтесь в простоте. И я верю, что это ключевое время. И также это возможность больше углубляться, уединяться. Если вот такое время тишины, для меня это ключевое время, когда я с Богом могу устроить взаимоотношения в тишине, когда я могу отключать телефон и просто быть с ним. И это крутое время, когда многие сегодня на работу не ходят, многие не могут такой образ жизни вести обычно, да. И я думаю, что это можно использовать очень круто. То есть я думаю, что ничего нового не сказал, но я вдохновляю. Бог делает. Просто ты один шаг делаешь, полшага, миллиметр, вот в этом направлении. И просто ты нереально будешь видеть, какие вещи будут происходить в твоей жизни. Я просто могу много рассказывать, ну, не будет времени для этого. Нет, спасибо тебе большое. На самом деле я с тобой согласен. Особенно, когда у нас сегодня, ну, знаешь, как бы я себя отучиваю от этой ужасной привычки, когда у тебя телефон, ну, буквально каждые две минуты ты заглядываешь туда, да. И я даже когда молюсь, бывает такое, что я ставлю телефон, играет музыка поклонения, и я хожу, 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 и телефон меня отвлекает, и я в него заглядываю, думаю, что это кто-то сейчас напишет, он думает, стоп, это уже машинальная... Зачем? Чего? Да. Да, а там ничего нет. Ну, какое-то уведомление в Фейсбуке, я не знаю, там ненужное, неактуальное. И вот просто нужно забрасывать это, и действительно я с тобой очень согласен, и, друзья, вам советую это, находите это время, просто прямо вот, не знаю, идите на улицу, или идите в другую комнату, оставляйте телефон там, выключайте его, молитесь. Находите время с Богом, чтобы вас ничего не отвлекало. Спасибо тебе большое. Здесь есть вопрос у нас, я видел, интересный в комментариях, тем более, вот он особенно сейчас актуальный. Здесь я ник сейчас не найду, но вопрос был такой, как найти друзей? Как найти друзей? Ну, я думаю, что классно, если вы в церкви, вы можете прийти на какую-то молодежную, на какие-то домашние группы. Ну, мне кажется, домашние группы круто. Ты просто у кого-то дома тусуешься, пьёшь чай, общаешься, и потихонечку ты находишь тех людей, которые ближе всего тебе, единомышленников, и ты ближе с ними начинаешь больше общаться. Вот, и так завязывается дружба. У меня в основном, наверное, вот так вот друзья появились. Или в каких-то там общих интересах, какие-то там, не знаю, дальние какие-то штуки. Что-то. Слышно, да? Или зависал интернет? Вот, то есть... Да, да, да. Поэтому... Да. Вот, то есть я думаю, что это всё естественно. Вот, и... Не знаю, мне кажется, что сейчас в онлайне многие находят друзей, но старайтесь в оффлайне тоже иметь друзей, общаться, открываться, потому что иногда в онлайне ты не знаешь человека по-настоящему, вот, и ты не можешь узнать. Поэтому желаю вам действительно классных друзей иметь. И самое главное, будьте дружелюбны, будьте открыты, будьте радостными. Просто созидайте внутри себя эту атмосферу радости и дарите эту радость. И это то, что сейчас так людям необходимо, когда они в панике. Я просто смотрю, вот люди проходят мимо, такие все подгруженные, очень много людей подгруженных. И я... Они аж удивляются, почему я иду радостно, почему я улыбаюсь, почему я как-то... Я понимаю, что это наше время сиять и не просто фейково как-то, не по-настоящему, но действительно молиться за этих людей, любить их, просто помогать, кому мы можем помогать, вот, но и быть дружелюбными, вот, и быть радостными. Это наша огромная сила. И таким образом просто люди будут прилепляться к нам, поверьте, будут прилепляться к вам. Аминь. Слушай, друзья, вы можете написать свой вопрос, Лики, если у вас они есть, и Лика на них ответит, и я перед тем, как нам, как мы зачитаем вопрос, который нам напишут, я у тебя спрошу еще один такой, ну, сильно ты влиятельный, успешный человек, Бог тебя поднял, и вот хочу тебя спросить, какие для тебя основные, ну, скажем так, критерии твоего успеха, что тебе помогает во влиянии на других людей, благовестие, да, делиться своими ценностями, потому что многие ребята, имея ценности, я говорю сейчас о христианских ценностях, проповедь Иисуса Христа, чаще всего сталкиваются с критикой, с насмешками, с каким-то там троллингом, типа, чувак, какая церковь, какой Бог, какой Иисус, ты сектант, ты фанатик, 21 век, не прикалывайся, это все странно, вот, что тебе помогает, и как ты это доносишь, вот так, надеюсь, вопрос понятен, да? Да, да, конечно, ну, я понимаю, мы живем в таком обществе, да, и всегда мы будем сталкиваться с непониманием, и это нормально, если мы кому-то не угодим, знаешь, есть такое сейчас вот, я так заметила, такая, ну, прикольно, там, в Инсте, в Фейсбуке, везде только есть лайки, то есть дизлайка, в принципе, там, в Ютубе может быть есть дизлайки, вот, и мы подсажены на то, что все лайкают, то есть ты просто смотришь количество лайков, например, да, там, и все, то есть мы к критике очень негативно начали относиться, мы к критике, это нормально, и каждый имеет право на свое мнение, и, знаете, я верю, что то, чем мы горим, о том мы говорим, и люди, они видят, даже если у них другие принципы, другие ценности, противоположные нам, и даже если они хейтят нас, или что-то еще делают, они видят, есть ли огонь в твоих глазах, веришь ли ты в то, о чем ты говоришь, или ты просто об этом говоришь, потому что тебе кто-то рассказал, тебя как-то научили, или это какая-то твоя культура, поэтому люди все это видят, особенно молодежь, подростки, они прямо просекают все это, и если ты действительно всем сердцем, то есть я понимаю, что для того, чтобы влиять, нужно, то есть огонь, когда, или свет, когда приносится куда-то там, да, то не нужно бороться с тьмой, ты просто приносишь туда свет, и вокруг освещается все, и люди, они видят истинное положение вещей, да, включается свет, то есть, и поэтому все, что нам нужно, нам нужно быть светом, и для этого мы уже свет, просто нам нужно приходить к тому свету, который есть истинный свет, источник, да, каждый день, и наполняться, вот как заряжаться, телефоны мы заряжаем реально, каждый день, а то и два раза в день, да, а если мы не заряжаем себя, с Богом, то потом мы приходим, и такие сдувшиеся шарики, волочимся по земле, понимаете, и это вообще не то, Окей. Как заряжать себя? Как заряжать себя с Богом? Заряжать себя с Богом, то есть, ну, это время с Ним. И время, когда мы как с друзьями проводим время, да, то есть оно бывает разное. Мы не просто монолог приходим прочитать Богу. Мы не просто рассказать о своих вопросах и пожаловаться о каких-то моментах. Мы приходим с Ним диалог вести. И я просто сажусь, успокаиваюсь и говорю, Святой Дух, я прошу тебя, просто открывай мне реальность Бога, открывай мне то, что Бог хочет мне сегодня сказать. И просто начинаю читать Писание, просто какие-то простые вещи, просто где я в прошлый раз читала, или что-то у меня в сердце всплывает, я нахожу это место Писания, начинаю читать и что-то начинаю проговаривать в моё сердце, оцеплять. Я просто закрываю глаза и успокаиваюсь, я говорю, Господь, я начинаю либо молиться о чём-то внутри меня всплывает, какие-то ситуации, в которых, может быть, мне нужно попросить прощения у кого-то. Я прошу за это, в первую очередь, у Бога прощения, потом я понимаю, что мне нужно будет пойти к человеку, пообщаться, да. Или какие-то ещё ситуации, или просто наоборот, Бог меня в чём-то начинает утешать и говорить, нет, это ложь была, да, вот те слова, которые, может, люди говорили, или что я приняла, это была ложь. И я начинаю, как? Точно я поверила? Я поверила, приняла это. И просто какие-то вещи оживают внутри меня, и оно как процесс. Просто я верю, что Бог простыми мыслями, часто какие-то вещи, которые у нас всплывают в сердце, Он говорит с нами нежно и по-разному. И вот таким простым образом. И этому учишься, учишься. И чем больше мы, вот как с друзьями проводим время, да, мы знаем их больше, когда мы проводим больше времени, точно так же с Богом. Он, Святой Дух, послал Он на землю сюда, вот Он среди нас, Личность. И мы можем проигнорировать Его всю свою жизнь, просто пройти мимо. А Он ключ ко всему, просто ко всему, то, что было в первоапостольское время, был Святой Дух. Он есть ключ ко всем чудесам, ко всему, что было у Апостола. И сегодня мы не хуже, чем Апостолы, имеем доступ и возможность. Просто вопрос мы проигнорим, просто оправдывая себя. О, там, да, я там сейчас другое время, сейчас нет пробуждения, сейчас ещё что-то. Или мы возьмём и просто примем то, что Святой Дух сегодня имеет, прямо сейчас. И Бог, поверьте, друзья, вот Бог не молчит. Это огромная ложь, мне кажется, самая большая ложь, что Бог молчит. Как отец, он никогда, когда сын к нему приходит, не молчит, не скажет, о, нет, всё, пока. Настоящий отец не так. Поэтому Он нас любит, Он говорит в наше сердце. Просто нам нужно учиться различать Его голос, слышать и быть здравыми, конечно. Потому что Он уже сказал нам через Писание так много. Вопрос есть. Настя Баринер. Как развивать в себе женственность? Кто для вас сильная женщина? Ой, ну, такое, наверное, тоже отдельная тема какая-то. Да. Женственность. Ну, будь той, кем ты есть. Не надо создавать копии. Не нужна ещё одна там лика или не нужна ещё одна там другая какая-то девушка. Для меня очень много женщин примеры. И в основном они делали какие-то такие, может быть, героические вещи, там, спасали еврейских детей или там ещё что-то такое, во времена войны, рискуя своей жизнью. То есть какие-то такие женщины для меня реально примером являются. Потому что я понимаю, что для девушки, для женщин очень важен комфорт. И выход из зоны комфорта – это должно быть что-то великое, что побуждает сердце делать это. И поэтому... Ну, я не экстремалка, но я знаю, когда Бог меня побуждал и побуждает делать то, что не является моим, как бы, да, таким естественным качеством. Я знаю, что это только от Него. Вот. И Бог так же вас побуждает. И так же, конечно же, Он оставляет нас девушками, женщинами, вот, оставляя нежность. И нам не нужно становиться какие-то пастыри, служители, мужчины, которые такие сильные. Мы можем быть нежными, можем быть хрупкими, но при этом так много Бог может являть себя через нас. Да. Ну, если я ответила, просто такая тема, наверное, вы можете писать мне в личку, и я, может быть, попросу глубже ответить. Кто задавал вопрос. Вопрос для отдельной конференции, я бы так сказал. Да, точно. Но я добавлю, что, знаете, на самом деле, к сожалению, сегодня появляется очень много разных течений, движений, когда женщины хотят, ну, стремятся быть сильными, да, мы знаем, негативные там феминистические движения, хотя изначально они имели хорошие цели, и там, кстати, среди их группы даже были верующие христианки, но впоследствии это превратилось в то, что мы видим, и, ну, девушки, женщины, сёстры, вас Бог создал прекрасными, и я понимаю, что всё это прекрасное, вот, что есть вокруг, это, это создано, ну, да, чаще всего женщинами, вот, там какие-то, не знаю, там украшения, какие-то цветочки, это же всё женская часть, да, как правило, девушки в этом сильны, и нужно вот быть, поэтому вот вы, вы есть, поэтому слава Богу. Хорошо, последний вопрос, меня тут спрашивают, Лика, а ты что за наркоман? Я хочу сказать, я не наркоман, я не знаю, почему так подумали, чаще всего думают, что я какой-то, либо там батюшка, или ещё что-то. Последний вопрос, и я попрошу, чтобы ты помолилась, так, что, ну, вот тут задали, Эмма задала, что помогает тебе не сдаваться на пути? Ну, да, много всего, вот, в первую очередь, тот, кого я верю, наверное, это, просто, ну, как бы, ты понимаешь, что, если ты пришла к этому моменту, и столько всего, произошло в твоей жизни, и ты понимаешь, что это невозможно было без Бога, ты знаешь, что он по-прежнему хочет дальше производить что-то в моей жизни, через мою жизнь, и это не своими силами я делаю то, что я делаю. И, наверное, вот это вот, оно как бы не даёт сдаться, и не хочется сдаться, наоборот, хочется творить, хочется радовать людей, и вот, так что, а если, ну, нападает отчаяние, вы знаете, есть такие, как стрелы в мысли, да, и даже учёные доказали, что мысли, они материальные, они формируют, там просто есть вопрос, как там насчёт отчаяния, да, вот, и как отчаянные мысли отогнать, вот, и, знаете, то есть, они могут приходить, но вопрос в том, что мы с ними сделаем, мы их примем, как свои, и сделаем нас, и сделаем их своими мыслями, потому что есть враг души человека, который он хочет поработить человека, или мы будем мыслить то, что Бог сказал о нас, то, что мы его любимое творение, любимые дети, и просто то, что он сказал в своём слове в Библии о нас, и это настолько ценно и важно, что просто когда, чем мы наполняемся, тоже важно, да, потому что с какого источника мы черпаем, то мы будем, такие мысли будут приходить, то есть, и эти все моменты, они важны, то, на что мы взираем, в том будем потопляться, да, и если смотрит, например, там человек какие-то штуки, фильмы там, да, слушает разговоры, то потом эти мысли, они будут всё равно как возвращаться, как бумерангом, поэтому, ну, я верю, что наполняться, общаться, общение очень важно, вот, но также стоять на страже своего ума, и иногда слушать, что я думаю, я иногда слушаю, что я думаю, мысли, и потом такая думаю, ммм, что это за мысль, это вообще не то, вот, я просто не соглашаюсь, я говорю, я не верю в эту мысль, и всё, и она уходит, и просто стоять на страже, то есть, мы не пускаем, хоть кого к себе домой, правильно? То есть даже мы не должны в свое сердце пускать хоть какие мысли. Не знаю, там много вопросов. Спасибо тебе большое. Нет, это круто. Вопросов действительно много. Ребята, вы можете вообще переходить на страницу Лики в Инстаграме, подписываться на нее, если вы еще не подписаны. Вот. И я бы, кстати, хотел посоветовать, чтобы не знаю, можете найти вот сейчас хорошее время читать книги, назидаться. В Лике есть книга, которая написала под названием «Удивительная жизнь». Ее можно найти. Я думаю, что там на странице есть информация, как это можно сделать, и вы уже перейдете и сделаете. Мы обязательно эфир сохраним. Я хочу тебя попросить помолиться, чтобы мы дальше двигались в нашем прямом эфире. Может, у нас есть еще один интересный гость. Да, хорошо, конечно. Господь, мы так благодарим Тебя, что Ты с нами прямо посреди всех штормов, всех ситуаций, которые мы проходим сейчас. И мы прямо сейчас, я молюсь за каждого, кто сейчас с нами, и за девушку, которая писала нас насчет отчаянных мыслей, и за всех других людей, которых, возможно, посещают такие же мысли. И прямо сейчас я прошу Тебя, Господь, просто утешь сердце, и просто принеси снова надежду, принеси снова радость в сердце. И мы также молимся за нашу страну, за другие страны, за Италию, за другие страны, которые сейчас переживают кризис вируса и других каких-то последствий этого. И мы просим прямо сейчас, просто будь с теми людьми, и пусть Твое исцеление приходит, пусть Твое избавление от этого вируса приходит, и пусть люди обретают снова веру, и пусть наши люди в нашей стране также укрепляются в вере на Господа, на Бога. Пусть они познают личный, по-настоящему Бога, которого, возможно, никогда так не знали, как сейчас узнают. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо тебе большое. Благословения тебе во всем. Еще раз скажу, друзья, подписывайтесь на лику Романа в Инстаграме, там она делится очень многими вдохновляющими, назидающими мыслями, и большинство вопросов, которые тут пишут, лика на них отвечает. Спасибо большое. Спасибо, дорогие. Обнимаю всех. Да, на связи. Пока. Класс. Я вижу, меня тут уже написали, что я не наркоман, а богоман, и мне это очень нравится, потому что действительно, друзья, я не наркоман. Отчего ведро сты волося? Потому что я отвечаю, я хочу волосы продать и деньги посеять, пожертвовать на благотворительность. Я вот так вот решил это сделать. У меня вот так вот есть волосы, почему бы их не отрасти? Это же как бы вот, потом постригусь, все будет хорошо. Друзья, у нас еще один сейчас будет интересный гость вообще. Я смотрю, кстати, многие начинают параллельно прямые эфиры, а зря они это делают, потому что мы тут как бы вот тоже интересно общаемся. вот, и у нас много вопросов. Вы можете вопросы задавать. Так, в общем, к нам сейчас присоединится наш пастор, пастор нашей церкви, церкви Победа, пастор Генри Мадава, и потому что мы молодежное движение церкви Победа 73-16, то есть мы мы там никак-то не от себя, да, мы не сами по себе, вот, мы мы часть большого движения, часть большой церкви, и я очень рад, что наш пастор согласился присоединиться. Так, я нажимаю, вот, отлично, у нас есть сейчас, 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 буквально одну секунду. Так, ну вот, как всегда, что-то техника начинает выделываться, вот, нет, что ты делаешь? Так, все, почти получилось. Вот, может, есть какая-то допустимая норма, вот, ну что, мы делаем, мы ожидаем, подключаемся, класс. Пастор, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Да, и рад вас видеть. Спасибо. Рад тоже тебя видеть. То тебя батюшкой назвали наркоманом, да, то батюшка это наркоманом, да. Пастор, у вас замечательная картина на фоне, что это за картина? А, картина, это Даниил, там Ро в Львине, в Львине, да, и они крутятся вокруг него, они его трогать не могут. Класс. Это, это, очень актуальная история для молодых людей, я думаю. Да, наверное, они никогда не видели Львы, и нигде живут. Только в зоопарке, наверное, да. Только в зоопарке, да. Да. Пастор, что вы посоветуете молодежи и всем, кто нас смотрит, потому что тут уже дают приветы из России, из Арабских Эмиратов пишут, вот, что вы посоветуете всем делать в это время, во время карантина, когда большинство людей не дома, вот, что нам делать? О, это же самый лучший период жизни вообще, который редко приходит. Попробуй молодых людей заставить сидеть дома. Не получается, а сейчас получилось. А вопрос возникает, чем заниматься в этом? Я три главные вещи вам советую. Помимо того, что вам нужно бимолиться, первое, все желания, которые вы когда-либо хотели исполнить, например, новую привычку создать, читать книги. Две недели дома можно выработать новую привычку, которой до этого не было. И или выбросить плохую привычку, или создать новую, хорошую. Две недели как раз стоп, ты мало время, когда можно создать новую привычку. Ты хотел начинать читать, ты хотел начинать бегать, ты начал что-то, две недели можно. Второе, самое лучшее твоей идеи возникает, когда ты не занят ничем. Вот когда просто пустая голова и можно много чего придумывать. Вот люди имеют мечты, а когда их обдумывать? Никогда, потому что занят. А сейчас можно сидеть в ручку, бумагу или компьютер и бросать мысли. И такие идеи можно родить для своей жизни, которые вообще никогда бы так не смогли родить. Это очень хорошее время сейчас. Все, что ты собирался делать, не успевал, с друзьями не общался как надо, с мамой поругался, как раз время подружиться, с папой поговорить, задавать ему все вопросы, которые интересуются. Это время, когда можно обогащаться бесконечно. Спасибо вам. Действительно, я соглашусь с вами и думаю, что как раз таки это и нужно делать всем молодым людям. Пастор, тут есть один вопрос, который задавали немного ранее. Когда атакуют отчаянные мысли, как их отогнать? Во-первых, важно очень понять, откуда пришли отчаянные мысли, из-за чего. Если они пришли не потому, что я посеял семена плохих мыслей, где-то так, тогда нужно с ними начинать воевать. А если они пришли из-за то, что я кормил себя какими-то плохими вещами, тогда мне нужно перестать кормить себя в мыслях чтения или кино, фильмы, для того, чтобы не приходили эти мысли. А если они пришли просто так, потому что я заменить. Одно из самых лучших методов это заменить плохие мысли хорошими. И одно из лучших методов заменить это музыка. Петь хорошие песни. А второе это общаться с хорошими людьми. И в это время сразу твой мозг переключается на что-то другое. А иногда когда уже так сильно лежишь ночь некому звонить, то иногда нужно встать помолиться. Спасибо. Пастор, я хочу у вас еще спросить. Мы читаем план чтения Библии и сегодня это 1 Петра 5 глава и в 5 стихе 1 Петра 5.5 говорится Вы же молодые подчиняйтесь старейшинам и все будьте смиренны по отношению друг к другу потому что Бог противен гордых но смиренным он дает благодать. И очень часто у многих молодых людей может возникать мысль что вот зачем подчиняться людям старше либо в церкви либо там дома вот зачем это все нужно делать как бы ведь они там взрослые либо уже там старые не понимают а мы тут молодежь мы все понимаем как все нужно делать да это многие люди не понимают Божьи принципы создания и творения когда Бог создал семью он знал что кто-то родился сегодня вообще беззащитный а папа который его родил и мама они много понимают как защитить его и с временем они ему помогают защищают научают зависимости его становится меньше с каждым днем но вот это послушание подчинения это Божий метод чтобы молодой человек сохранился и не разбился из-за неопытности или из-за незнания поэтому подчинение или в церкви или учителю в школе или там государству или родителям дает тебе сохраниться для того чтобы твой потенциал был реализован полностью и тебя не украли или в тебе не посеяли глупые вещи которые уничтожат твою жизнь позже чтобы ты сохранился целым и ты был полезным поэтому это важно не потому что это требование а это полезно для нас да ну тут комментарии есть пишут иногда старшие люди тоже глупость говорят и делают поэтому получается что зависимость меняется с временем например ребенок 100% зависит от родителей так 18 лет уже не 100% а скажем 30% а 50 лет допустим уже 5% или 2% поэтому мы наше послушание повиновения меняется по мере того как мы становимся зрелыми и самостоятельными но зрелость оно должно быть признаны и богом и родителями потому что я знаю когда-то я пришел к своим родителям мне было 5 лет я им скажу я уже самостоятельно ничего не говорите мне слава богу они меня пошлопали и вернулись садись слушай садовсе я бы разбился поэтому зрелость должна быть признана другими зрелость когда пришла пожалуйста самостоятельно но при этом остается одно но которое духовно связывающее это по по почитание почитать и не то же самое что слушаться вот почитать это на всю жизнь мне 100 лет моему отцу 200 и он живой я должен почитать то есть почтение не уходит послушание уменьшается по мере моей зрелости и самостоятельности спасибо тут Диана пишет Диана Горякина пишет мудрость от пастора класс действительно пастор спасибо вам большое за то что вы выделили время мы вас приветствуем как сказать с дебютным выходом в инстаграме и может быть напоследок бы что-то хотели добавить сказать и я бы хотел вас попросить чтобы вы помолились за нас конечно я сожалею что борода бабушка у тебя а не у меня но в любом случае простите ничего страшного это я шучу спасибо вам большое ребята держитесь помните что Библия говорит остановись и познай что я Господь карантин это двухнедельный остановись используйте ее на максимум на лучше и это время вы можете много чего нового достигать давайте я помолюсь за вас Господь я молюсь за каждого молодого человека и не совсем молодых все кто смотрит в разных странах прошу благословения прошу чтобы ты открылся больше прошу чтобы ты показал им четко куда ему идти и как прошу чтобы хорошие правильные советники пришли в жизни чтобы всегда во всем они не теряли ориентиры которые в тебе Господь благословляю их отец во имя Иисуса аминь аминь пастор спасибо вам большое друзья я хочу сказать что завтра в воскресенье в 10 утра по киевскому времени будет прямая трансляция богослужения церкви победа вы можете найти это на youtube канале виси tv а также на публичной странице пастора генри в фейсбуке поэтому подключайтесь присоединяйтесь спасибо вам пастор до встречи завтра благословения до свидания друзья вот так вот пастор только что был с нами на связи это здорово потому что действительно пастор есть для нас огромный пример для всех здесь было много вопросов много ваших комментариев все видим вот и чтобы пастор выходил чаще и на самом деле это огромное для нас хорошее время что пастор смог выделить и выйти прямо в эфир в инстаграм кстати говоря впервые тут был вопрос можно ли пить пиво я хочу сказать пить пиво не нужно зачем его пить потому что от него пользы очень-очень мало лучше пейте много воды пейте сок и это вам поможет как победить дух лени я на некоторые вопросы позволю себе ответить лень нужно побеждать очень просто друзья это это брать и начать что-то делать знаете как в библии говорится о том что немного поспишь немного подремлешь и придет как прохожий нищета и если ты будешь как бы лежать спать ничего не делать то ты потом увидишь что ты лежишь где-то там бедненький спишь и у тебя нет денег поэтому лучше работать и вы знаете я понимаю что лень в глазах бога мы не исполняем свое призвание потому что вряд ли у кого-то есть призвание лениться а когда мы не ленимся то мы действуем друзья вот сейчас есть бонус такой вот кто хочет попасть в мой эфир последние три минуты мы делаем вот жаль что пастор Генри не остался ответить на вопросы я хочу сказать вот Тим пишет Тима пастор отвечает на большинство наших вопросов каждое воскресенье каждую среду в своих проповедях которые они готовят Алина пишет классно молодишка пастор Элика Игорь дякую это круто что все рады с ней это здорово вот что делать если зависим от соцсетей спрашивает Макс я зависимость это проблема да что такое олень Нона спрашивает меня что такое олень мы сейчас сейчас я отвечу простите у меня тут как всегда на молодежке я всегда есть так в общем отвечаю на вопрос нужно бороться с зависимостью любая зависимость она не от Бога и от зависимости может освободить только Иисус Христос нужно призвать его в свое сердце нужно молиться об этом и второе это нужно отстраняться на максимум от этой зависимости нужно убегать от нее нужно уходить от нее нужно себя заменять чем-то заменять писанием если человек зависим от наркотиков то у него происходит ломка то есть в какой-то период все равно будет что-то происходить такое невероятное либо от порнографии либо еще что-то но рано или поздно вы станете свободным от любой зависимости Иисус освобождает от любой зависимости нужно обращаться к нему и второе наполнять себя чем-то наполнять то есть вы вытаскиваете из какой-то емкости что-то что там было допустим зависимость неважно какая мы ее вытащили и банка пустая если в этой банке или в этой емкости ничего не будет то зависимость вернется туда соответственно нужно наполнять ее Божьим словом когда Божье слово вернется сюда то оно придет но она мне задала вопрос что такое лень а не олень а лень она даже не знает что такое слово лень и слава Богу потому что это действительно про мою дочь она не знает вопрос был пастор Генри с Америки пастор нет не с Америки он с такой страны которая называется Зимбабве в Африке называлась она тогда еще Родезия он переехал в Украину